И еще разочек. Джингл бэлс, джингл бэлс, джингл о зе вей. Хэппи нью ер, дорогие слушатели и зрители. Сегодня у нас 1 января 2020 года. Это, честно говоря, нам немножечко скучно постоянно писать умные исторические лекции. Поэтому можем себе позволить немножечко, чуть-чуть похулиганить сегодня. Я очень надеюсь, что у вас праздник прошел как следует. Вам не будет мучительно стыдно за бесцельно потраченную новогоднюю ночь. А мы с вами, если вдруг вы устали уже праздновать Новый год, сегодня попытаемся поговорить о том, что же можно отпраздновать 1 января, но не на новогоднюю тематику. Тем более, что праздник этот никакой не древний, несмотря на возраст Деда Мороза. Мы с вами, дорогие зрители, прекрасно знаем, что в России праздник Нового года появился благодаря Петру Первому. Именно он назначил его на 1 января. До этого долгое время на Руси Новый год начинался то с 1 сентября, то с 1 марта. В общем, как-то совершенно непонятно, пока наконец в 1700 году Петр Первый не объявил новогодним днем 1 января. Да и сам 1700 год придумал именно Петр Первый. До этого на Руси года считались от сотворения мира, но император всероссийский, он на то и император всероссийский, чтобы самолично решать, как жить ему и его гражданам. Поэтому в 7208 год от сотворения мира Петр повелел называть 1700 годом от Рождества Христова и дальше года считать так, как принято в благословенной Европе. Надо сказать, что у нас-то с Новым годом еще было все нормально. Вы думаете, что в Европе постоянно праздновался Новый год 1 января? Да ни черта подобного. До 1622 года у этих ваших европейцев первым днем Нового года был 25 марта. И только в 1622 году римский папа решил, что 25 марта это как-то ни туда, ни сюда, ни здравствуйте, ни до свидания. И приличные люди католического вероисповедания должны праздновать год 1 января. Ровно за неделю до того, как родился Иисус Христос по нашему православному календарю. И ровно через неделю после того, как родился Иисус Христос по их неправильному католическому. Итак, наш топ-5 событий, которые произошли 1 января. Событие номер 5. На пятом месте 1 января 1573 года. День смерти одного из главных упырей российской истории. В этот день в сражении у литовской крепости Вейсенштейн был убит Малюта Скуратов. Григорий Скуратов-Бильский был одним из самых жесточайших опричников Ивана Грозного. И это знают все либеральные историки. По уму, конечно, изгинуть он должен был бы как кровавую пыль, но нет. Хотя и жил неправедно, погиб как герой. Лично повел войска на приступ этой самой Ливонской крепости. И в проломе был застрелен вражеской пулей прямо в героическую грудь. Тем не менее, в 1573 году Россия избавилась от этого кровавого упыря. Иван Грозный по этому поводу, наверное, страшно расстраивался. Еще 11 лет все переживал. Как же ему придется жить без Малюты Скуратова? На четвертом месте событие, произошедшее в 1969 году. В этот день советские детишечки впервые смогли увидеть на экранах своих голубых телевизоров знаменитый мультфильм «Ну погоди». Первый его выпуск, где страшный и ужасный волк, озвученный голосом артиста Папанова, гонялся за симпатичным, но чрезвычайно подлым зайцем, который озвучивала артистка Куара Румянова. Приключения волка и зайца, где они только не происходили. В исторических музеях, на плывущих кораблях, на морских пляжах или просто на улицах города, однозначно всегда приковывали советских детишек к экрану. Уж больно уморительно этот самый заяц наказывал нехорошего волка. Я бы, честно говоря, и сам бы сегодня с удовольствием пересмотрел несколько серий вот этого самого замечательного мультика, которому у нас исполнилось 51 год. На третьем месте событие важное для всех, кто испытывает гордые патриотические чувства либо применительно к Советскому Союзу, либо к сегодняшней России. В 1944 году, здесь уважающие себя люди должны встать, впервые 1 января прозвучал гимн Советского Союза на музыку Александра Александрова. Тот самый гимн, под который и мы с вами сегодня встаем, когда он звучит. Только теперь это гимн уже не Советского Союза, а Российской Федерации. Событие номер два. Здесь надо начинать говорить по-испански и новогодний колпак менять на черный берет со звездой. В 1959 году, 1 января, революционная армия кубинских партизан, знаменитых Барбудос, под руководством Фиделя Кастро, Че Гевары, Камилла Сьенфуэгаса и других героев кубинской революции скинула к чертям собачьим прогнивший режим западного диктатора Батисты, вошла в Гавану, Куба стала социалистической страной. Вен Серемос, Эль Пебло Унидо, Вива Куба Либре. Событие номер один в нашем топ-5 событий 1 января. В 1983 году организация со страшным названием ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP-IP. Звучит, конечно, абсолютно макерно. Но вот с этого момента и начинается история этого самого вашего интернетика, благодаря которому мы с вами сейчас можем запиливать видосики на ютубчик, лазить по социальным сетям, постить фоточки в инстаграмчике и заниматься прочими приятными вещами, которые занимают так много времени. Таким образом, дорогие наши зрители, если вам не очень хочется праздновать 1 января именно Новый год или очень хочется блеснуть своими особыми историческими знаниями, вам в помощь наши топ-5 событий, произошедшие 5 января. Большое спасибо за внимание, ну и, конечно же, джингл байлз! Субтитры создавал DimaTorzok